Греция 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 Они огромные, даже есть легенды о том, что великаны перебрасывали эти огромные камни Просто в драке друг с другом Они гигантские, на них можно забраться Они такие очень живописные, красивые И, собственно, там нет никакой инфраструктуры Но, тем не менее, место очень красивое И ты там проводишь полдня Их очень много, и они очень большие Это выглядит реально впечатляюще Еще давайте другой какой-нибудь остров, куда можно доплыть Остров Идр нам очень понравился Замечательный остров Сейчас очень модно digital detox Это когда ты отключаешь телефон, уходишь из интернета и просто отдохнуть Вот Идр это самое, наверное, оптимальное место для всего этого Умоляю, деревня Вологодской губернии Там тоже, знаешь, интернет и телефон, а там само все вырубается Не надо ехать Там просто моря нет, а на Идре все-таки покупаться можно А что там, чем она так хороша? Там нету моторных транспортных средств вообще Там есть ослики Да ладно, на ослики передвигаются? Да, и там до сих пор завозят провизию с континента каждый день Потому что надо же как-то жить Вот, и, собственно говоря, там все это завозят, привозят И на осликах уже передвигается Слушай, а сколько аборигенов там все время проживает? Ну, местных сколько? Там они есть, они, в принципе, работают там достаточно неплохо У них лодочки не свои небольшие Они вокруг острова ездят там на экскурсиях Ну, в сезон они оттуда уезжают и сдают свое жилье там на сайте, грубо говоря А купаться там можно? Купаться там, да, там нужно купаться Там дно вообще прозрачное Метров на 20 все прекрасно видно вообще Так, ну вы еще начинали про Санторини Если я буду понимать, что подо мной 20 метров, я буду волноваться Вы начинали еще рассказывать, ребят, про Санторини за эфиром Расскажите про это Он чуть более популярное направление, я бы сказал Популярное в целом Значительно более Да, значительно более популярное Ну да, но на самом деле оно популярное направление Но там еще есть сезон и не сезон Люди привыкли ездить всегда в сезон Но, однако, это место то, куда надо поехать, когда никого не будет Потому что там очень узкие улочки И там, опять же, ослики, лошадки И просто не проткнешься, когда очень много народа Особенно с круизных лайнеров Они все приезжают И по этим узким улочкам ты пытаешься разойтись с огромной толпой И еще очень много престарелых туристов туда приезжает, на самом деле И там очень тяжело, на самом деле Поэтому надо туда ехать когда? То есть мне не ехать, да? Еще мол, спасибо В ноябре В октябрь уже хорошо Но в октябре, наверное, не искупаешься Не-не-не, мы купались в ноябре, абсолютно нормально Там вот есть замечательный вулканический пляж, черный Да, с черным песком Вот это очень круто, да, черный песок Я уточню, а не русские купались в ноябре? Ну, просто так, чтобы... Не, купались А, то есть это как бы норма для всех Да-да-да Вулканический черный песок, прям круто, конечно А по деньгам сориентируйте, пожалуйста, наверное, такой последний вопрос Сколько стоит прилететь в Грецию, и что главное потом доплыть этих островов? А вот греческий перевозчик, это компания EG Она сейчас очень хороший тариф ввели И без багажа можно спокойно задешево улететь в Афину, например, или в Салонике Тысяч за 8-10 человек туда-обратно Это очень легко, да А там куча лук-остров Там, например, тот же самый Риан-Эйр, который там вообще за гроши за 20 евро Предлагает перелеты внутри островов А вот теплоход, который вы говорили, паром или что? Паром, смотри, там можно, если человек без машины Это стоит где-то в районе 2000 рублей в одну сторону А если с машиной, то это где-то 5500 Это я беру, например, там, средний класс, там, Киа, Рио, например Ну, интересно Спасибо большое, Дмитрий и Елена Проскурнины были у нас в гостях Еще больше интересных историй в Инстаграме Прятки.тревел, заходите Да, и вы к нам тоже, ребят, заглядывайте Спасибо, ребят Пока-пока